DIGMA Overdrive 34A710Q. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым VA-экраном, разрешение Ultra Wide QHD, с заявленной частотой обновления до 165 Гц и поддержкой HDR. Дизайн умеренно игровой. Ориентацию на игроков выдают трёхпалое основание подставки, изготовленное из алюминиевого сплава, красное кольцо в нижней части стойки, а также подсветка на задней панели. Плоскость экрана изогнута по цилиндру так, что правый и левый край немного выдвинуты вперёд. Спереди экран выглядит как монолитная поверхность, ограниченная снизу неширокой планкой, а по периметру — узкой окантовкой. В правом нижнем углу на задней панели находится удобный в использовании пятипозиционный джойстик. Все интерфейсные разъёмы и разъём питания расположены в незамкнутой нише на задней панели и ориентированы вниз. Кабели, идущие от разъёмов монитора, можно прижать скобками и пропустить через отверстие в нижней части стойки подставки, а нишу с разъёмами закрыть декоративным щитком. Так сзади монитор выглядит аккуратнее. На задней панели вокруг монтажной площадки есть кольцевая вставка из прозрачного пластика, которая подсвечивается несколькими многоцветными светодиодами. В меню подсветку можно выключить или выбрать цвет, или включить режим плавной смены цвета. Основание подставки обеспечивает монитору хорошую устойчивость. Штатная подставка позволяет немного наклонить блок экрана вперёд от вертикального положения, больше назад и поворачивать по и против часовой стрелки на небольшой угол, что может пригодиться для горизонтального выравнивания блока экрана. Дополнительно поворотный узел у основания подставки позволяет повернуть стойку с блоком экрана вправо-влево. Монитор оснащён тремя цифровыми входами в полноразмерном варианте, DisplayPort и парой HDMI, дополненные входом USB-C. Из них только DisplayPort поддерживает на вход сигнал с максимальными для этого монитора разрешением и частотой кадров. Как показали тесты, комфортная используемая частота обновления экрана составляет 144 Гц, потому как на 165 могут появляться артефакты. Есть выход на наушники. Качество звука в наушниках хорошее. Качество встроенных громкоговорителей среднее. Они не громкие, низких частот нет совсем. Есть выраженный пластиковый призвук. Есть встроенный концентратор USB, для которого входом работает или порт USB-C, или порт USB-B. В наличии также функция KVM. К монитору по USB можно подключить клавиатуру и мышь, а можно и накопитель, чтобы затем их использовать с двумя источниками видеосигнала, например, с ПК и ноутбуком. Одновременно с USB-портами переключается и порт проводной сети Ethernet. Выбор входа для концентратора происходит в быстром или в главном меню. Меню с настройками достаточно крупное, надписи читаемые. Навигация удобная, так как всё делается только джойстиком. Присутствует русская версия экранного меню. Настроек, влияющих на яркостный и цветовой баланс, не очень много, что для игрового монитора ожидаемо. В данном мониторе реализована поддержка технологии FreeSync по входам DisplayPort и HDMI, и G-Sync Compatible по входу DisplayPort, что позволяет получить плавное изображение без разрывов. Есть хорошая поддержка HDR. На шкале серого все оттенки визуально отличаются по яркости, в том числе в тенях, что для игрового монитора очень полезно. Исходный цветовой охват немного шире sRGB. Спектры показывают хорошее разделение компонент, что и приводит к увеличенному охвату. В итоге цвета обычных изображений, оптимизированных для устройств sRGB, выглядят немного перенасыщенными, но для игрового монитора это не критично. Цветовой баланс в самом ярком режиме немного отличается от стандартного, при желании его можно подправить. Но в случае игрового применения особой необходимости в точной цветопередаче нет. Используемая матрица типа VA обеспечивает высокую контрастность. Яркость монитора можно менять в довольно широких пределах, что позволяет с комфортом играть, работать и смотреть фильмы как в освещенном, так и в тёмном помещении, хотя для последнего случая минимальная яркость кому-то может показаться высоковатой. На любом уровне яркости модуляция подсветки отсутствует, то есть мерцания нет. Есть режим со вставкой тёмного кадра с названием MPRT. Чёткость в движении при этом действительно повышается, но на динамической картинке появляются артефакты. Время отклика зависит от значения настройки разгон, которая управляет разгоном матрицы. Визуально даже в случае максимального разгона видимых артефактов практически нет. С нашей точки зрения после разгона скорости матрицы уже достаточно даже для самых динамичных игр. Задержка вывода очень небольшая, она абсолютно не ощущается при работе за ПК, да и в играх не приведёт к снижению результативности. По скорости падения яркости углы обзора не широкие. Контрастность в диапазоне углов плюс-минус 82 градуса остаётся существенно выше значения 10 к 1. Стабильность цветов к отклонению средняя. При взгляде под углом хотя бы серые и основные цвета меняются не сильно, но белые и полутона существенно изменяются, что ожидаемо для матрицы типа VA и является её основным недостатком. DIGMA OVERDRIVE 34A710Q – это игровой монитор высокого класса, подходящий для очень динамичных игр в высоком разрешении, в том числе в сверхширокоформатном варианте. К его особенностям относятся изогнутый экран, универсальный дизайн и многоцветная подсветка на задней панели. Есть хорошая поддержка режима HDR. Неширокие углы обзора как по снижению яркости, так и по изменению цветов частично компенсируются тем, что экран изогнутый. Несмотря на явную ориентацию на геймеров, монитор получился достаточно универсальным, пригодным, например, для комфортного выполнения офисной работы и для просмотра кино, но не для работ, требующих улучшенной цветопередачи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok